всем привет говорит get fan а сейчас я хочу вам продемонстрировать один из своих боев на фоне которого я хочу поразмышлять о том насколько же ранговые бои командная игра и почему неправильно в самом начале боя писать мол get fan тащи сейчас этот бой выигрыш ты или наоборот слился один игрок и все после этого бой уже как будто бы даже и не продолжается все конец катастрофа нет ранговая победа это ребят как ни крути всегда результат действий командных сил причем случайные смерти иногда просто неизбежны есть тут и ситуация рандома когда торпеда вроде бы как пущенная наугад уничтожает противника или же ты пошел в агрессию вместе союзниками заранее скооперировавшийся но вдруг неожиданно узнается что всю вашу кампешку встречают очень добрые и веселые линкоры спустя пару секунд после начала боя уничтожается один крейсер на дымы которого вы принципе рассчитывали потом попадают по вам таки очень нехило спустив очень много боеспособности но последний гвоздь в крышку гроба вы замечаете тогда когда последний союзный линкор который пошел в атаку встречает остров потом встречает этот же остров еще раз ходит туда-сюда бортом у целого ордера на виду и при всем при этом союзный эсминец который позже напишет тебе в личку что ты сыграл как дно ставит дымы себе и постреливает что же в итоге получается один рискнул и ошибся 2 рискнул и попал в засаду 3 и 4 рискнули но не смогли скоперироваться и в итоге получилось визуализировать эдакую басню лебедь рак и щука когда вроде бы мы были большие шансы на победу но в итоге ты стоишь у острова в надежде что по твоей разведке через габ или через самолет прилетит хоть что-то в конце концов аризона обходит данную позицию очень прекрасно но в союзной команде все равно на твой свет потому что союзная команда увлечена своей игрой в итоге закономерное поражение но в этом бою было все очевидно то есть тут совершенно все играли в какую-то свою игру и не получилось скоперироваться при встрече первой опасности вы наверное подумаете что это такие бои редкие и давайте я продемонстрирую сейчас продолжение того самого боя на фарагуте где фубуки союзный встретил торпедку и отчутился на дне прям самом начале боя напомню что у меня сейчас идет банчата потому я старался ставить дымы но не имею никакой физической возможности предупреждать своих союзников о том то что я буду ставить им спасительные дымы тем не менее я их ставлю потому что мне вот в данном бою они действительно эти дымы пригождаются гораздо меньше чем союзников в конце концов тут целая куча линкоров и вполне вероятно то что бой решится тему и решится в пользу того кто более грамотно будет расходовать свою боеспособность поэтому наставляют дымы чтобы была возможность зайти в эти дымы этой нью-мексико если будет желание этой баварии и тогда возможно они будут иметь возможность поддерживать нас на центре тем временем думал пойти и уйти обратно в свет в конце концов после того как я поставил дымы я уже вижу то что на точке b нету никакой разведки но вовремя замечаю что наш союзный эсминец шинаноми который тоже вдруг решил почему-то рискнуть и пошел на весьма себе не скоростном корабле а в самое пекло в самое горло грубо говоря атаки то есть залез очень глубоко и в итоге видите боеспособность у него было крайне мало тем не менее я вижу что фарагуты и вражеские шинаноми они настолько увлечены этой погоней что есть возможность попытаться на ней сделать свой фраг и вот таки получается засандались один залп фарагута но к сожалению так получается что дымы скрывают вражеские силы после конечно фара решил как нибудь попытаться все-таки слиться отсюда то есть конце концов умирать ему совсем не хочется по боеспособности он видит то что проигрывает но из-за того что вражеские эсминцы просто решили проставить то тут то там дымы и сыграть тоже опять-таки не понятно какую игру мне удается с помощью их дымов подойти к ним на максимально близкую дистанцию и уничтожить фарагута при этом совершенно не погружаясь какую-то ну опасную ситуацию для себя то есть у меня все идет отлично я сделал один минус я вижу то что шимка тоже решил постоять в дымах или через дымы куда-то убегать но в итоге оказалось то что в дымах он все-таки стоял и почему-то ждал меня подошел на максимально близкую дистанцию и чтобы не рисковать начал разворот потому что на такой дистанции мне достаточно просто находиться и с помощью главного калибра я буду разбирать шиму а у него не будет практически никаких шансов разобрать меня на торпедку то есть это единственный шанс который мог бы в принципе у него представиться и после этого возможно он уничтожил бы меня получаю еще один минус это второй фраг у меня в этом бою и возвращаясь обратно к линкорам сна в надежде на то что я опять-таки буду поставлять вот дымы в конце концов видите мексика фус они вроде бы как скооперировались вроде бы как у них получается все хорошо в последний момент замечаю что я засветился сразу же от баварии отворачиваю борт чтобы не засандалили мне туда по полную и после того как я светился продолжаю идти вот в общем-то туда же на фоне этого я вижу как гибнет наша бавария которые я зачем-то в начале поставил дымы но вот сейчас я вот вижу как он бесславно погиб и понимаю что собственно говоря что я поставил ему дымы что не поставил но свои хп он не смог торговать нормально и это замечу в том бою где изначально мы проигрывали где нужно было бы правильно сосредоточить свои силы и по фокусу выщелкивать противников нет к сожалению бавария решил что этот бой слишком для него сложный он дает полный ход и сама уничтожается я же после этого немного конечно расстроен но тем не менее не теряю веру в команду и опять-таки ставлю дымы но уже на этот раз мексиканцу закрыв его самом начале и при этом продлив дорогу так что он сможет выйти на самый центр карты то есть сможет постелить по нью-мексика которого он справа сейчас врывается если бавария вот решит вернуться и в конце концов вон шимка тоже решил по атаковать но к сожалению или даже к счастью не к счастью для меня но к сожалению для вражеской команды атакующий шимка совсем не в курсе как же нужно работать с маскировкой и опять вражеский эсминец ставит мне дымы за счет чего я в безопасности подхожу потихонечку к своей же точке но после того как я вижу что шима совсем не собирается в ней стоять и в этой тучке я начинаю уже по нему стрелять в надежде что получится раздамажить убегающий эсминец конце концов враг нам сейчас очень нужен но вот я узнаю что еще один наш линкор уничтожается на торпедах той же самой шимы то есть заметьте как уникально сыграли в союзные эсминцы и как забавно посыпались линкоры всего лишь от одного черта бери эсминцев но и его я уничтожаю чтобы приблизить свою команду хотя бы немного к желаемой звезде еще не все потеряно ведь у нас есть и сменец у нас есть дымы целых две штуки у нас есть два линкора которые в принципе случае если все будет отлично при наличии совета они смогут даже в численном меньшинстве все равно быть ну не знаю результативными и уничтожить противника понимая это я очень быстро хотел выскочить из острова но за свет заставила меня обратно впилиться в него и были потеряны драгоценные секунды времени потому что спустя прям вот пару секунд я понимаю что вот бавария который последний раз светился заходящую на точку б она мне уже не даст убежать отсюда поэтому мне нужно потихонечку вот тут вот разворачиваться и вот за свет значит от нашей мексики показывает что действительно я был прав при этом у меня не получается убежать не с одной стороны не с другой стороны но я вовремя подмечаю что бавария вроде бы как даже собирается идти в атаку и это почему бы не шанс взять и нанести по ней и повреждение и вот казалось бы все я отметил как правильно как нужно было то есть конус не задевал остров но к сожалению взрыв торпеды об остров демаскировал мою атаку за счет чего бавария начинает разворот и к сожалению к сожалению вот из-за этой одной торпедки мне не удается быстренько его уничтожить хотя казалось бы победа была так близко поэтому я обратно прячусь и понимаю что сейчас вот совсем все очень очень плохо то есть нужно как-то выждать 40 секунд рядом с двумя линкорами которые прямо вот сейчас вот собираются тебя вроде бы как давить вижу что мексиканец сейчас представляет больше угрозы а поэтому слежу больше за ним и последнее что я придумал в общем то сделать я решил поставить дымы сделал это скорее от отчаяния чем от желания получить какой-то существенный профит и в итоге как вы видите бавария втолкнувшиеся в остров меня собственно говоря и подсвечивает то есть просто рентгеном то есть никаких черту дымы мне тут не помогают мексиканец этого понимает он целится в мою сторону я даю полный ход назад потому что ну что же еще не остается делать во время замечаю что пока я тянулся назад я уже вышел на прострел баварии успевают торпедки зарядить в баварию и понимаю что все дальше я уже не желез еще один торпедный веер я пускаю по мексиканцу и после этого довольный результатом собственно говоря и ухожу в порт казалось бы что все уже решено и мы все равно проиграли но тем не менее последний пущенный веер достигает свою цель и я получаю кракена и после этого можно было бы сказать ну все же смотрите уже два на два шансы вполне себе велики но как вы видите по ушам боеспособности нашего мексиканца оставляет желать лучшего фуса розовый я уж не знаю почему он розовый должен торговать своими хп сейчас конечно же он в конце концов шанс на победу реально еще есть нужно им воспользоваться и нужно постараться дать возможность нашему мексиканцу прожить дольше не давать захватывать нашу точку и возможно даже если разменяться с кем-нибудь тараном то это тоже был бы вполне себе неплохой бы способ можно делать был в этой ситуации много чего но самое было бы непонятно и плохое решение это подставить борт вражескому ордеру и начинать бежать и тут ребят сразу понимается что вот этот фуса совсем не хочет играть на победу то есть как бы ни крутили мы то есть результаты боя как бы не старались мы вытащить его со дна в итоге получается что союзник оставшийся на почти full хп до конца боя оказывается совсем не хочет побеждать все он продолжает на стрел какой-то такой свой маленький и в конце концов я к сожалению забегая вперед скажу что он окажется ребят на втором месте и знаете почему ну потому что он просто не хотел рисковать он не хотел идти в атаку он просто настреливал себе урончик где-нибудь там издалека я не спорю что наши союзники которые вот уникальные эсминцы которые в самом начале послевались уникальная бавария привнесли в результат этот гораздо больше негативного нежели этот несчастный фуса который в конце концов просто труханул идти в атаку и решил просто убежать но желание попутно еще пострелять привело к тому что он просто в остров опять-таки впилился бортом но не знаю знаете у линкора видим какая-то это вот популярная болезнь они любят носом тыкаться в остров и бортом танковать вражеские линкоры тем не менее видите мексиканец не потерял надежду пару удачных залпов при дает мне воодушевление и получается ну на самом деле воскресить надежду что бой будет еще выигран но закончившиеся хп у мексиканца потом следом и наблюдений за тем как фуса совсем не хочет добирать шотов а повесив один пожар на один линкора переводится на второе чтобы повесить на нем второй пожар удивительно макаром зачем это было сделано в конце концов очевидно что бой уже заканчивается нужно делать минусы но наш фуса минусы делать не стал в итоге какой из всего этого можно сделать ребят вывод а такой что как ни крути один боец один боец но никогда в ранговых боях не сделает все один не важно хорошо он играет или очень плохо даже розовые фусы которые ждал пол боя начала своего часа он все равно может получить в итоге шанс на вытаскивание боя или же даже тот скиловичок который более-менее ориентируется в игре он может позволить себе несколько агрессивных моментов агрессивных шагов но после того как они не оправдаются он окажется в такой ситуации что у него не будет просто никакой возможности сделать что-нибудь знаете это ребят в своих боях и старайтесь старайтесь принимать участие в боевых действиях активно вплоть до самого последнего боевого момента пока вы не услышите победа то есть вот смотрите вот тоже еще один пример то есть хочу продемонстрировать вам вот этот бой на фарагуте и казалось бы мой любимый сменец казалось бы что я в нем могу сделать не так но так получается что недооценив угрозу недооценив возможности корабля немного могу сделать опять-таки в начале ошибку и как видите все хитпоинтов мало что после этого необходимо делать но это же очевидно ставить дымы нашим союзникам и надеяться что именно они благодаря нашим дымам смогут закончить этот бой победой то есть раз дымы линкору 2 дымы линкору 3 дымы линкору подсвет торпед подсвет эсминца благодаря тому что есть окошко разница засвета и даже при минимальном начальном позитивном вкладе в самом начале в результат боя получается что даже шотная цели может дожить достаточно долго и приносить своей команде необходимую ну крохотулечку буквально весы чтобы вот преимущество вашей команды было больше чем противоположной и это можно опять-таки возвращаясь к первому бою отметить что вот именно с этой целью я иногда притираюсь к острову когда я понимаю что я уже отсюда не убегу и стараюсь через габ дать засвета той цели которая может быть максимально быстро уничтожена в конце концов благодаря гапу я сам выгоняю крейсера и эсминцы которые ныкали за островом куда-нибудь подальше и делаю их уязвимыми и только лишь с помощью своей команды по идее в те моменты можно было бы рассчитывать на то что план оправдается успехом и будет победа но к сожалению так бывает не всегда но надеюсь после этого видео все вы мои зрители будете более внимательно следить за окружающими и более внимательно стараться строить свою тактику действий от союзников и противников которые собственно говоря ведут данный бой вместе с вами ладно надеюсь видео было вам интересно и полезно немного растекся всей мыслью по всему видео возможно получилось очень много воды но тем не менее показал три боя три интересных ситуациях и надеюсь одни будут полезны вам что ж все давайте будем закругляться ставьте лайк если это видео вам понравилось подписывайтесь на канал если вы по какой-либо причине этого еще не сделали и ставьте колокольчик чтобы быть курсе последних новостей мира боевых кораблей я же закругляюсь спасибо за ваше внимание удачи и пока пока